Какие сегодня требования время выдвигает к современным лидерам бизнеса, и в нашей стране в том числе? Олег Коновалов, приветствуем! Мы живем во времена самых быстрых перемен, которые когда-либо знало человечество. И сейчас конкуренция между странами, между компаниями, между людьми заключается в конкуренции образов мышления. Самое большое отставание сейчас не в деньгах, не в технологиях, не в ресурсах, а в том, как мы мыслим. В ближайшее время 95% крупных компаний уйдет с рынка. Их просто не станет. Они больше, крупные компании перестают быть такими символами стабильности, к которому мы привыкли. На самом деле за этим стоит один очень интересный момент. Лидеры не думают о будущем. Они думают о сегодняшнем дне, они думают о процессах, они не развивают компании. То есть если мы раньше говорили о текучести кадров, то сейчас мы будем говорить в ближайшем будущем о текучести компаний на рынках. Это будет еще жестче ситуация. Малый и средний бизнес. Это становой хребет экономики большинства стран. И вот тот же Галлоп подтверждает, что только порядка 2% малых и средних компаний показывают стабильный рост. То есть большинство компаний не растут. Они выходят в какой-то определенный режим и работают, и умирают. Что такое? Опять же та же проблема. Они не думают о будущем. Некогда думать о будущем. Гарвард, школа бизнеса Гарварда, подтверждает, что более 96% современных лидеров не имеют времени думать стратегически. Что значит думать стратегически? Моя забота, как лидера, создавать решение для будущего, которое позволит делать квантовые скачки из сегодняшнего дня в завтрашний день. Мы очень много думаем о прошлом, немного о настоящем, и практически мы не думаем о будущем. Нам некогда. Но мы за это платим. Чем больше старых ошибок мы тащим из прошлого в будущее, тем больше и дороже мы за них платим. На самом деле, будущее – это то пространство, в котором осталось мне жить дольше всего. Я в прошлом уже не живу. Образ мышления лидера на самом деле должен быть заточен на то, чтобы вести людей в будущее. Мне для этого нужен лидер. В прошлое меня не надо вести, там уже ничего интересного нет. Если у меня есть какой-то вопрос, значит, ответ на этот вопрос лежит в будущем, а не в прошлом. Знаете, как нельзя войти в одну реку дважды, так и нельзя достичь нового успеха со старым образом мышления. Каждое новое достижение, каждая новая победа требует нового образа мышления. Наши противники, наши конкуренты, они умны, они сильны, они каждый день развиваются. В реальности все в мире меняется. Завтра будет другой день, он будет совсем другой. Это все равно, что когда мы разговариваем со старым поколением, и они нам пытаются навязать свои ошибки. Из прошлого они их тащат и дарят нам. И мы, в свою очередь, дарим своим детям свои ошибки. Мы пытаемся их навязать. Но каждый день другой, он уже не подтверждает старые ошибки. Что такое образ мышления лидера? Есть пространство между настоящим и будущим, в котором лидер ведет людей в будущее. И сущность того, как лидер думает и как действует, определяется сущностью этого пространства. Все, что происходит в этом пространстве, за это отвечает лидер. Все его мысли нацелены туда. Сколько времени нам необходимо на перестройку? Мы не успеваем проскакивать зачастую. Один этап, когда уже наступает следующий. Это скорость перемен. Но наш образ мышления, если он сильный, это как безопасный порт для корабля во время шторма. Все, что происходит снаружи, не имеет значения. Он создает безопасные и комфортные условия для работы. Здесь и сейчас для создания чего-то. Сильный образ мышления соединяет время и пространство и позволяет преодолевать препятствия. Он позволяет воплощать мечты в реальность. Что мы видим зачастую в отечественных компаниях? Знаете, есть огромная категория или огромная часть лидеров, которые постоянно занимаются административными вопросами, такие некие завхозы. На самом деле они просто прячутся от своей ответственности быть лидером. Они не находятся с людьми. Они не решают проблемы. Они не создают решения, не создают ценность. Они ведут людей в свои прошлые страхи. Но у них есть классное качество. Они не пропускают ни один день рождения. Они не пропускают ни один корпоратив. И не всегда рассказывают о том, что они очень заняты. Есть вторая категория. Но это уже просто глобальная категория лидеров, которые постоянно ищут консенсус. Мы ищем консенсус, когда не знаем, куда идти. И мне не нужен лидер, который не знает, куда меня ведет. Мне нужен лидер, который ведет меня в будущее и четко показывает, где я буду и кем я стану. Консенсус – это топтание на месте. Нам не нужны лидеры, которые ведут людей в прошлое. Мне нужны лидеры, которые ведут меня в будущее и делают меня лучше и сильнее. То есть здесь есть очень интересный такой момент. Я отвечаю за пространство в будущем. Единственная функция. Можно посмотреть на это дело с другой точки зрения. С точки зрения успеха. Успех – это краткосрочный результат долгосрочных усилий и структурированного мышления. Вы можете выиграть на Олимпиаде. Вы можете получить Оскара за лучший фильм. Через двое суток об этом забудут. Вам нужно добиваться новой победы. Вы станете самой замечательной компанией. Через несколько дней об этом забудут, потому что ваши конкуренты сделают что-нибудь другое. Вы должны биться за свое счастье, как говорится, каждый раз с утра до ночи. Мы живем во времена лидерской слепоты. В начале этого года вышла моя книга «The Vision Code». Я сделал самое большое исследование в мире и впервые удалось расшифровать, что такое видение, как его строить, как его воплощать в жизнь, что для этого нужно. И я пришел к шокирующему факту. Менее чем 0,1% современных лидеров имеют видение. На самом деле там 0, 0, 8, 2. То есть я округлил дипломатично тогда 0,1. То есть в большинстве случаев лидеры – не лидеры. Это люди, которые говорят об отчетах, люди, которые говорят о своих персональных амбициях и не знают, куда ведут людей. Они слепы. Без видения мы ничего не можем сделать. Мы не понимаем, куда идем и куда мы представляем. Повальное большинство лидеров такие – короли проблем. Они каждый день с утра до ночи решают какие-то проблемы, но они создают решения на завтрашний день, и на самом деле они не создают ценности для людей. Они ведут бессмысленные бизнесы. И вот в чем разница между бессмысленным бизнесом и успешным бизнесом? Это видение, которое помогает сделать вот этот скачок вперед и создать очень серьезное многомерное пространство. Я не то, что со мной случилось. Я то, кем я хочу быть, и то, где я хочу быть. Видение – это основное свойство тех, кто создает будущее. По сути, это способность поставить свою подпись на будущем, находясь здесь и сейчас. За каждым серьезным успехом стоит очень серьезное видение. Все ругали SpaceX. Но это огромный успех. За ним стоит огромное видение. Все ругали Apple. За ним стоит огромный успех. Это видение. The North Face, Netflix, WD-40. Огромное количество компаний. Их успех, определенных видением завтрашнего дня. Tesla далеко не первая придумала электромобили. Но они придумали видение, создали видение пространства мобильности, которое изменило наше понимание того, как обслуживаются автомобили, как мы передвигаемся, какие технологии нам нужны. То есть это позволило шагнуть еще дальше. В чем разница между компаниями с видением и без видением? Вот если говорить, например, с точки зрения хай-тек стартапа, да, в принципе, любой компании. Разница в капитализации результата. Банк, ритейл, недвижимость – все сводится к капитализации результата. Компании с четким, ясным, сильным видением капитализируются в 15-30 раз больше, чем компании просто с хорошим продуктом. То есть, по сути, это разница между хорошим и великим. Быть хорошим – это показывать конкретный результат в определенной сфере. А быть великим – это показывать множество результатов, превосходящих ожидания. У меня есть такой очень хороший знакомый, Физи, Фатихи, он в моей книге, The Vision Code, мы постоянно общаемся. Все из вас знают о SaaS, Software as a Service, или программное обеспечение как услуга. Систему SaaS создал Физи и четыре его коллеги. То есть он возглавлял группу из пяти человек. Они начали это делать в 1986 году. Их изначальное видение было создать базу данных, которая бы в 10 раз была бы лучше существующих на тот момент систем, таких как Oracle. Им потребовалось около 15 лет. И на самом деле они превысили показатели в тысячу раз. Не в 10, а в тысячу раз. И на данный момент рынок SaaS оценивается в 400 миллиардов долларов ежегодно и плюс 10% добавляется каждый год. То есть они создали огромное пространство, которое растет. Они использовали так называемый принцип, взятый из сферы недвижимости, мультиаренность. То есть представьте 50-этажный небоскреб, в котором по 10 квартир на каждом этаже. И вот 500 этих квартир можно давать разным пользователям в разное время, на разных условиях. То есть они сделали программное обеспечение доступным, удобным, экономичным и легким в пользовании. Так вот, уникальный факт. Они создали программное обеспечение как сервис, не написав ни одной строчки кода. Это зависело от их видения, того, как куда идти. Видение — это очень элегантная ментальная конструкция, которая состоит из шести элементов. Это стимул, это масштаб, это сканирование, это центр внимания, простота и страсть. Стимулус, скейл, сканинг, симплисити, спотлайт, спотлайт и пашин. Мы можем построить эту конструкцию, только когда очень четкое осознание проблемы, которую мы хотим решить для пользы других, достигает своего пика. То есть это не то, что мы просто хотим, у нас есть классная идея. Насколько она важна, насколько она нужна. И вот эти шесть параметров можем проверять. Стимул. Видение отражает саму сущность лидерства. Действовать для людей, вместе с людьми и для их пользы. Если мы в своей личной или деловой жизни не видим пользу, которую люди получают от будущего, которое мы строим для них, это невидение. И оно рассыпется, как карточный домик. Видение — это ценность, созданная для людей. Масштаб. Видение никогда не ведет в тупик. Она всегда имеет огромный потенциал, она всегда имеет очень большую глубину и ширину. Это не вопрос географии. Это вопрос, как мы добавляем ценность на каждом этапе развития. То есть это не обещание, что через 50 лет будет хорошо. Это добавленная ценность каждый день во всем, что вы делаете. Сканирование. Лидеры с видением видят то, что не видят другие. Они слышат то, что не слышат другие. На что они смотрят? Что требует улучшения? Что можно изменить? Где болевая точка? Где какой есть потенциал? То есть они смотрят туда, где можно добавить ценность. То есть не просто хорошее к хорошему. А что можно изменить? Что можно сделать? Центр внимания или спотлайт. Знаете, быть лидером – это на самом деле находиться, как на Бродвее, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю под светом софитов. Потому что на вас нацелено внимание всех. Ваше видение влияет на жизни людей. И поэтому чем больше ваше видение, тем больше ваша ответственность. Немедленная и отложенная. Ответственность. То есть не просто кто-то будет отвечать. Вы отвечаете за все, что вы делаете для людей. Простота. Видение – это элегантное мышление о сложных вещах. Простое видение всегда очень легко понять. И великое видение всегда очень легко понять. Но если оно сложное, оно никогда не будет притягивать людей. И его никогда невозможно будет исполнить. Его невозможно будет объяснить. Им невозможно будет поделиться. И шестой элемент – это страсть. Видение – это феноменально сильная эмоция сама по себе. Вот это возбуждение и страсть, которые она порождает, дает видению эмоциональную силу. Она притягивает людей, делает людей приумножателями этой страсти. Потому что люди хотят быть в нем. Они хотят носить свой клад. И вот ваше видение будет красивым, элегантным, сильным, притягательным, если оно будет функциональным и соответствовать вот этим шести критериям. И это важно для каждого. У меня есть несколько вопросов к вам, которые вы можете себе записать сегодня, завтра. Просто задумайтесь о них, чтобы понять, есть ли у вас видение, что вы можете с ним делать. На самом деле, в чем конкретная ценность вашего видения? То есть не общий ответ, кто конкретно и какую пользу получит. Можете ли вы ее оцифровать, эту пользу? Можете ли вы ее капитализировать? Как вы ее объясняете, эту пользу? То есть людям понравится? Нет, это не ответ. Нужно очень конкретно, почему для них это важно, какую проблему вы в действительности решаете. Насколько вы можете расширить свое видение? Сейчас, через год, через три. То есть что вы позволите дальше решать, как вы будете добавлять ценность дальше? Чья шкура в игре? Ваша или чужая? То есть, по сути, чья ответственность? Ваша? Или вы говорите, нет, кто-то другой ответит за это? Как ваше видение соотносится с настоящим? То есть насколько вы сканируете пространство, насколько вы реалистичны, а не оторваны от реальности? К вопросу о простоте. Можете ли вы объяснить свое видение 10-летнему ребенку за две минуты? Ну, такая простая форма, более сложная форма. Может ли ваш коллега объяснить ваше видение 10-летнему ребенку? Это более сложно. Вот тогда это действительно будет просто, это будет действительно эффективно работать. Возбуждает ли ваше видение людей? То есть действительно ли они хотят участвовать, либо они просто так кивают вам и говорят, ну да, интересно, хорошая мысль, хорошо, и забыли. То есть у меня у самого есть тест такой, 36 часов. Через 36 часов я звоню к кому-нибудь коллеге. Типа, про что мне нравится? Очень нравится. Работаем. Я думаю, если вы задумаетесь об этом вопросе, они кажутся вам простыми. На самом деле они позволят вам взглянуть на видение совсем иначе. На всякий случай я объясню разницу, чтобы мы говорили на одном языке с вами. Российские компании, белорусские, украинские, британские, американские, арабские, они в основном говорят о mission statement, то есть о statementах. Так вот, видение – это многомерное пространство, в которое мы идем. А миссия – это то, что мы обещаем обществу, как мы будем себя вести. То есть условно, мы хотим построить дом, в котором будет комфортно жить семья из шести человек. И наша цель – построить дом в таком-то месте. Это очень четко мы понимаем. А наша миссия, мы говорим с соседями, но это будет самый дружеский дом или еще что-то такое. Это обещание, которое мы никогда не исполняем. То есть компания, которая пишет себе mission statement, мы самая зеленая компания, никогда не обещает эти, не выполняет эти обещания. Это пустое. Это воздух. То есть они тратят очень большие деньги на то, чтобы написать этот statement. Дорого и сердито. Дорого и глупо. Давайте немножко поговорим о стратегии. Вот если видение – это коллективное понимание, какое будущее мы строим, куда мы идем и где мы будем вместе, то стратегия – это согласованные действия команды к тому, как мы туда попадем. Стратегия – это оптимальный маршрут передвижения вот в эту точку нашего видения, в это пространство. Как мы попадем на эту планету? Повальное большинство компаний занимается стратегическим планированием. И чем крупнее компания, тем больше затраты на это стратегическое планирование. они строят дорогущий мост в никуда, потому что если я не знаю конечной точки, я не понимаю, куда я веду свою стратегию. Можно назвать иначе. Они занимаются созданием плана, который никогда не исполнится. стратегия – это захват какой-то той же пространства на рынке. Но я должен артикулировать это пространство. И если я не могу его артикулировать, я никогда туда не попаду. И все эти вот дорогущие затраты, дорогие консультанты – это все очень дорого и смешно. Они когда не исполнятся. Я не предлагаю вам всем стать великими стратегами. Но я предлагаю вам задуматься о пяти таких аспектах, которые будут определять, насколько вы мыслите стратегически. Первый аспект – стратегия – это выбор того, чего не делать. Люди обычно стараются написать, что делать. На самом деле мы очень любим предсказуемость. Было зеленым – будет опять зеленым. Мы очень много говорим о big data, о больших данных. Но большие данные отражают прошлый опыт наших потребителей, наших клиентов. они никогда большие данные не могут нам показать, чего люди захотят завтра. Они нам всего лишь показывают, что было вчера. Я вчера этого хотел, а сегодня не хочу. Я ожидаю чего-то другого. И стратегия – это не вопрос предсказуемости. Это вопрос непредсказуемых действий, которые приведут меня к победе. У меня есть очень интересный клиент Capricorn Group. Это самая крупная финансовая группа в Южной Африке. У них три банка, страховая компания. У них там абсолютно роскошный chief strategy officer, с которым мы дружим, Лоис Карстен. Он большая умница в стратегии, и он очень знаменитый альпинист. Он покорил четыре вершины, самые высокие вершины в мире. Эверест, К2 и другие. И он мне рассказал историю. Несколько лет назад он решил повторно покорить К2. К2 – это вторая по величине вершина мира, находится в Пакистане. Он, говорит, тренировался, как обычно, вроде лучше, и не покорил. Он, говорит, я спустился и задумался, что я делаю не так. И до этого он каждый день пробегал по 10 километров. Он говорит, а зачем? Я достаточно вынослив, я должен делать что-то другое. И он отказался от этого. И через год он взял эту вершину и очень легко взял. Так вот, предсказуемость основана на том, что мы очень боимся нарушить статус-кво. Мы очень боимся раскачать лодку. Но эта стратегия никуда не приводит. То есть, первый элемент не бойтесь думать непредсказуемо. И забудьте о предсказуемости. Уберите то, что уже не работает. Старые модели, старые формулы, все, что как камень на шее у вас висит. Следующий элемент такой. Смена парадигмы мышления. Если мы говорим о будущем, нам очень нужны люди, которые в корне поменяют парадигму мышления в будущем. Когда вы ожидаете от своих людей улучшения на 1-2-3% в год, они сделают это. Но они будут думать только о сегодняшнем дне и о завтрашнем. И вот если вы научите людей думать на 10 лет вперед, они будут совершать вот эти кардинальные изменения уже сегодня. Потому что они будут думать на годы вперед, и их действия будут совсем другими. Это будет совсем другой результат. И они начнут расти. третий элемент, такой очень интересный. Представьте, что завтра ваши сотрудники, фронтлайн офис, то есть люди, которые работают напрямую с клиентами, они придут на свои рабочие места. Так вот, они должны очень хорошо знать стратегию вашу, чтобы ее добиться. Они главные представители вашей стратегии. Если они не знают стратегию, они ничего не сделают для ее достижения. Но по факту получается иначе. Люди в советах директоров так смутно знают стратегию, которую они все хором дружно долго разрабатывали. А люди вообще о ней не слышали. Вы приходите в филиал банка, где ни менеджер, ни кассир. Никто ничего не знает. Для них это слово такое из области фантастики. Что-то... И стратегия такая никогда не воплощается в жизнь. Стратегия, прежде всего, должна быть понятна вот этим людям, и они должны ее исполнять каждый день. задача стратегии сделать сложные вещи простыми. Поэтому должна быть настолько простой, чтобы умещаться на одном слайде, вот на таком. Или на одном листочке. И в этом самый большой конфликт. Потому что каждая организация хочет иметь большой, толстый документ. такой документ добавляет нам солидности. Он оправдывает, почему мы затратили столько сил на него. Создать простое гораздо сложнее. Но дело в том, что если стратегия очень сложная, ее никто не может исполнить, ее никто не может понять. Но если она простая, она понятна людям, они знают, как действовать. И самое интересное, вам нужно гораздо меньше ресурсов, чтобы эту стратегию исполнить. Чем сложнее стратегия, тем больше ресурсов вам нужно. И шансы на ее исполнение стремятся к нулю. Пятый элемент. Стратегия основана на обратной связи. Это коллективный продукт. Это не продукт, который рождается в кулуарах или во время совещаний, которые никто не слышит. Хорошая стратегия строится на обратной связи от всех ключевых игроков в команде, от всех отделов, потому что каждый отдел вносит свой вклад. На самом деле мы говорим о хорошо дирижированной симфонии, где каждый знает свою роль, каждый знает свою задачу. И вот если люди этого не понимают, они ничего не могут добавить, они ничего не могут сделать. Есть такой очень интересный момент. Мы в основном говорим о стратегии, когда вопрос касается крупных компаний. И когда обращаешься к людям из малого и среднего бизнеса, они говорят, ну стратегия не для нас, это для больших китов. Это очень такая интересная ошибка или заблуждение. Чем меньше у вас ресурсов, тем больше шансов при потере вот этого правильного маршрута выжить. у вас нет подушки, у вас нет инерции. Чем меньше компания, тем более четкой должна быть ваша стратегия. У вас очень мало права на ошибку, а рисков гораздо больше. Как ни странно. Четыре вопроса вам, чтобы вы просто могли подумать для себя, когда у вас будет время, задумайтесь. то есть по сути чего мы не должны делать? Что вас сильно держит в том статусе кво, который тащит вас на дно? Вот если соединить видение и стратегию в более прямую линию такую, насколько стратегия мешает эволюции вашего видения? На самом деле видение и наше мышление определяет эволюцию, то есть не длину хвоста, которая нас вырастет, а то, как мы будем жить и как будут жить следующие поколения. Так вот чего мы не должны делать, чтобы жить лучше завтра или работать лучше завтра? Позволяет ли ваша стратегия кардинальные изменения? То есть стратегия не про измененные, не про улучшения. Стратегия это про скачки, очень серьезные изменения, принципиальные изменения. Образ мышления. если ваши люди, которые сидят во фронт лайн офисе, то есть которые работают с людьми, начнут думать о исполнении стратегических задач, представьте результат. Ваша эффективность вырастет в разы. И достаточно непростая. Люди. Лидер. И задача лидера служить людям, помогая им создавать ценность для себя и для других. Не прислуживать. То есть когда мы говорим servant leadership служение людям, мы говорим о том, что я служу людям для того, чтобы сделать их лучше и сильнее. Я должен помочь другим раскрыть их таланты. И в прошлом году очень интересный разговор с человеком по имени Харри Кремер. Он много лет был CEO огромной финансовой компании Baxter International. У них собственный фонд 60 миллиардов долларов. Они инвестируют в медицину и фарму. И Харри рассказал мне сейчас профессор уже в Гарварде. Он мне рассказал такую очень интересную историю. Его пригласил владелец компании мистер Бaxter на ланч, чтобы поговорить о продвижении Харри Кремера с позиции CFO на позицию CEO. Он говорит Харри как ты думаешь сколько лет нужно человеку чтобы знать все что должен знать CEO компании такого масштаба. Он говорит я чуть вилку не проглотил. Он говорит примерно 185 лет. Я боюсь Харри ты столько лет не проживешь. Так вот задача лидера собрать команду помочь людям раскрыть весь потенциал и сделать их творцами будущего чтобы закрыть вот этот разрыв 185 лет. Это не так просто. То есть в этом случае мы говорим о ролях мы не говорим о должностях. Роль когда я знаю свою роль я вижу какую ценность я создаю для других. Роль показывает мне насколько другие зависимы от меня а я зависим от других. то есть мы начинаем вместе создавать. Должностная инструкция не позволяет этого делать. На самом деле что происходит? Большинство людей не видят дальше своих рабочих столов. И чтобы это преодолеть я вам предлагаю сделать одну очень простую вещь. Задуматься какие роли в ваших компаниях нужны а в какие не нужны. если мы говорим например о среднем менеджменте Hire это самый крупный производитель бытовой техники в мире. Китайская компания но с филиалами огромными в Америке в Австралии в Европе 87 тысяч работающих несколько лет назад они решили убрать полностью средний менеджмент демократично убрать то есть кто хочет переходит во внутренние предприниматели кто не хочет до свидания. они взлетели в полтора раза WD-40 я сотрудничаю с ними вы знаете вот этот спрей знаменитый WD-40 мы его называем на русском языке который мы используем в гаражах на каждой кухне каждая команда формулы 1 использует их 520 человек работающих практически монопродукт 176 стран мира поставляется продукт 3,5 миллиарда капитализация они кардинально убрали средний менеджмент оставили несколько человек в нескольких подразделениях любая роль которая не позволяет мне достигать цели убирается когда у нас есть видение мы видим это я попрошу вас написать ответы для себя в коротких 10-15 простых коротких предложениях как вы видите свою роль какова ваша роль для компании для организации какова ваша роль для ваших коллег даже из самых отдаленных филиалов подразделений какова ваша роль для клиентов даже если вы не работаете с ними вы в службе HR или в операционном отделе вы никогда с ними не сталкиваетесь какова ваша роль для подчиненных и какова ваша роль для руководителей или для совладельцев а потом попросите сделать это упражнение ваших сотрудников это поможет вам и вашим людям увидеть всю внутреннюю жизнь организации через роли должностные инструкции нужны но хорошая команда это сложенные роли а не пачка должностных инструкций должностные инструкции делают нас слепыми они нужны чтобы что-то описать чтобы как-то очертить но взаимодействие происходит через роли это как в хорошей семье это не то что ты вынес мусор или я погладила белье нет это как мы друг другу помогли поэтому у нас крепкая семья точно так же и здесь несколько лет назад я попал в такой очень тяжелый профессиональный кризис и я терял уверенность в себе я не понимал куда идти и вот мои предыдущие успехи они были убийцами моего мышления о будущем они заставляли меня думать одинаково снова и снова а это порождало еще больше проблем все время в какой-то момент сказал стоп что больше мои цели или мои проблемы цели конечно и вот ответ был настолько очевидным и простым что он поразил меня я для себя понял что если я хочу добиться чего-то нового выйти за рамки каких-то непосредственных потребностей ежедневных я должен каждый раз находить новые способы мышления должен добиваться вот этого успеха по-новому то есть ваш прошлый успех это убийца вашего будущего успеха если вы не поменяете свой образ мышления когда ваши цели большие больше ваших проблем ваш образ мышления найдет ответы когда ваши цели меньше чем ваши проблемы то ваши проблемы будут управлять вами вы лучше и сильнее чем вы думаете просто задумайтесь о своих следующих целях каких-то глобальных олимпийских играх на которых вы победите и вы обязательно победите спасибо большое спасибо